Аль-Арабы, Великобритания, кто особенный? Марван Кабалан Аль-Арабы Аль-Ядейт, Великобритания 18 ноября 2019 года В лицемерии Запада нет ничего нового, особенно если речь идет об американской внешней политике в отношении распространения демократии в арабском регионе. Часть политической и интеллектуальной элиты Запада продолжает считать, что арабские и мусульманские народы еще не готовы к демократии, потому что большинство из них исповедует ислам, который основывается на консервативных ценностях и священных текстах, что совершенно не способствует формированию демократической культуры. Ислам как монетистическая религия выступает против плюрализма, а также не поддерживает акции протеста против лидеров, тем самым оправдывая тиранию. Более того, в исламе неоднозначно относятся к женщинам, концепции гражданства и другим вещам, которые нельзя истолковать с помощью религии. Все вышесказанное надежно защищает арабский регион от демократии. Эта точка зрения практически не изменилась после волны протестов и восстаний, происходивших в арабском мире с конца 2010 года, как не изменилась и в настоящее время. Напротив, она еще больше укрепилась из-за превращения акций протеста в гражданские войны, как, например, это произошло в Сирии, Емении и Ливии. Однако на этот раз оправданиями стали глубокий раскол в арабских обществах и авторитарные режимы, которые использовали насилие для сохранения власти, восточный деспотизм. Поводом для возвращения разговоров оппозиции Запада в отношении демократии стало подозрительное молчание американцев о кровавых репрессиях против демонстрантов в Ираке. В результате акций протеста погибло несколько сотен человек и более тысячи получили ранения, но Белому дому потребовалось 6 недель, чтобы сделать робкое заявление, призывающее положить конец репрессиям против демонстрантов и выполнить обещания, данные президентом Ирака Бархамом Салехом о проведении избирательных реформ и досрочных выборов. Напомним, что вторжение Вашингтона в Ирак под предлогом демократизации стоило американцам больших людских и финансовых потерь. Позицию США в отношении иракских протестов нельзя оправдать присутствием Дональда Трампа в Белом доме, который как бизнесмен не видит важности в вопросах демократии и прав человека, поскольку он решительно критикует Китай за репрессии против демонстрантов в Гонконге, хотя не было зафиксировано ни одной смерти за почти 5 месяцев массовых протестов. Это не означает, конечно, что Трамп заинтересован в будущем демократии в Гонконге или поддерживает мирную демонстрацию студентов, а скорее еще раз подтверждает избирательную политику американцев в вопросах демократии и прав человека во имя интересов США. На самом деле, нет ничего необычного в том, что с нами происходит, точно так же, как нет ничего особенного в неспособности демократизировать арабские регионы или противостоять кровавой и жестокой арабской тирании, учитывая то, что сделал Сталин в России, мает Зыдун в Китае режим полопота в Камбадже. Также нет ничего странного во взаимодействии Запада с арабским регионом, учитывая западную колониальную политику в отношении Индии и унизительные условия, навязанные британцами Китая во время Второй опиумной войны, 1856-1860 годы ГГ. Единственное, что вызывает удивление, это количество лицемерия и оппортунизма в политике Запада по отношению к третьим сторонам. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.